В эфире студия репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. В Черноморске очередные оползни. Стихия разрушила еще ряд домов. Жители Черноморска организовали протестную акцию, перекрыли центральную улицу возле мэрии, требовали обратить внимание на их проблему и решить беду людей, которые живут в оползневой зоне. Что делать таким людям, что делать жителям, мы сегодня поговорим с депутатами Черноморского совета. Василий Бугачук, Иван Смиренский на студии. Здравствуйте, господа. Что ж, вопрос один, и его задавали протестующие. Есть ли механизм решения этой проблемы? Есть ли он у власти? Есть ли он у вас? Ну, я могу сказать вам, что то, что я говорил 6 лет назад, конечно, есть механизм. Механизм составлял когда-то 40 миллионов гривен, и мы бы увидели, работает ли проект, который разработал Светило, дедушке которому за 80 лет на данный момент, Кузнецов. В чем заключается этот проект? Этот проект заключался в берегоукрепительной и дренажной системе, в которую в проект входило и свайный ряд, свайное поле на нижнем плато, и водоотвод. Этот проект заморозили вот сегодня уже почти восьмой год, так как выделяли по миллиону гривен, первое время по миллиону гривен в квартал, а потом и вообще как бы перестали одно время финансировать. Значит, первый свайный ряд, который около ста метров, который забили, он просто его вывернуло, будем так говорить, активной фазой оползня, его вывернуло и просто свайный ряд лег прямо на пляж в районе улицы Приморской. После чего было решение проектанта сделать во всадной трубе, мы на данный момент увидели, что эта всадная труба тоже не работает, мы смотрели съемки, значит, это как раз новые оползни как раз начались уже на уровне того ряда свайного, который во всадной трубе. Этот проект может остановить следующие оползни, а как предотвратить то, что уже разрушено, ну скажем, что делать с теми домами, которые уже разрушены, наверное, решать жилищную проблему как-то людей идет, речь об этом. Ну вот люди выходят для того, чтобы наверняка решили их жилищную проблему, куда-то отселили, помогли финансово, например. Я хочу сказать, что у этой проблемы есть более глубокие корни. Не решив их, мы не можем говорить о том, что делать дальше. Первое и основное это коррупция и наказание тех людей, которые с 2003 года довели эту проблему до той, которую мы сейчас видим. Почему? Потому что сегодня осваивают деньги те же, которые осваивали раньше. Такое ощущение надо складываться, что управление капитального строительства осваивать не решит проблему, а лишь бы освоить эти деньги. Я приведу несколько фактов. Первый факт того, что не соглашусь со своим коллегой Василием Бугачом по поводу Кузнецова. У нас в стране 45 миллионов, в большой стране, в самой большой в Европе всего один специалист по берегу укрепления Кузнецова. Почему нету альтернативного мнения? Почему нету альтернативного проекта за столько лет? Хорошо, есть альтернативный проект. Я, значит, здесь не буду спорить с коллегой. Второй вопрос. Сегодня выделены деньги, 5 миллионов, на финансовую комиссию, на скандале, когда люди перекрыли. Люди просили, говорят о том, что надо провести водоотведение, убрать воду. Этот проектант Кузнецов в 2012 году написал письмо в городской совет, где четко написал эту проблему. С 2012 года по сегодняшний день нету ни проекта, нету ни сметной документации. На что мы будем выделять эти деньги? Как мы будем осваивать? Сегодня попросту людей обманули. Дали деньги на водоотведение, на которое мы просили, а эти деньги будут осваиваться в рамках проекта свайного поля. Опять заливать бетон, опять заливать сваи, которые они просят не делать, потому что они усугубляют. Скажите, а жилищный вопрос, кто-то будет решать? Людям негде жить, идет трещина по дому. Василий поднял этот вопрос на постели французской комиссии. Я могу вам сказать одно, что на самом деле коррупция настолько поглотила город Черноморск, что никто сейчас не думает ни о отселении людей, ни то, что они сидят без воды и газа, а завтра будут и без света сидеть. Абсолютно не думаю. Почему? Я как член бюджетной комиссии, я могу вам заявить ответственно, и что последние, я еще застал в том созыве депутатства, и также участвовал в бюджетных комиссиях, будучи просто общественником, я вам хочу сказать, что пилятся деньги настолько самими членами комиссии бюджетной. То есть откуда зарождается вся проблема? А проблема зародилась, я вернусь к первому своему высказыванию по поводу проекта, который надо было освоить много-много лет назад. Ведь действительно, эти 40 миллионов сегодня превратились в колоссальный убыток, который мы не можем даже пересчитать. А почему? Потому что бюджетная комиссия всегда направляет деньги туда и согласовывает, и дает одобрение, да, это дарачий голос, рекомендует, на те проекты, где уже заранее ведомо, как их попилят и сколько денег оттуда вытянут. Это сфера ГУЖКХ, очень интересная, на которую я уже за три года, будем таки говорить, вот такие тома ношу, как член бюджетной комиссии, что это преступная халатность начальника ГУЖКХ, директора, а по самостоятельству депутата от партии «Солидарность» Музы Сергея Васильевича, также по теплоэнерго, где у нас сегодня нет горячей воды в домах, но тем не менее у нас полтора миллиона мошенническим путем фиктивно украл Паншин, директор коммунального прическа теплоканала. Значит, я на своей бюджетной комиссии не могу даже добиться, чтобы этих уже, будем таки говорить, освоителей денег вызвали, и, будем таки говорить, на комиссии заслушали, каким образом они это все проворовали и каким образом в городе разворовываются деньги. Вот и все. Какой ответ получили люди на протестные акции, которые недавно состоялось? Что им сказали? Что пообещали? То есть они пришли за конкретным решением проблем? Людям только обещают. Я вам хочу сказать, что... Что, есть какой-то... Отменили бюджетную комиссию. Обещали вчера, должна была быть бюджетная комиссия на 2 часа дня. Люди собрались прийти и опять задать вопрос, что изменилось за 3 дня. Я вам скажу больше. Действительно, за эти 3 дня комиссия бюджетная, глава Жуха Леонид Иванович, пообещал, что он обратится лично и коллегиально, мы всей комиссии обратились к исполкому, собрать срочно внеочередной исполком и решить по отселению людей и решить вопрос по дальнейшему водоотводу. Так скажу вам больше. Комиссию отменили, так как Леонид Иванович будет подавать в суд на меня или не знаю куда я. Те публичную информацию, которая есть везде, в принципе, на сайтах, о декларациях наших депутатов с бюджетной комиссии, которые занимаются только тем, что через своих родственников осваивают бюджетные деньги, пилят и осваивают. Вторые имеют в декларации по 30-40 квартир, не имеющие, будем таки говорить, особо профессии, которые высокооплачиваемые. Это не профессии АМПУ или какие-то подобные Укрзалезницы. Это всего лишь глава комиссии Жуха, он директор Достового училища, которого зарплата 5000 гривен. А остальные депутаты по 5 созывов от партии регионов, которые тоже наработали в бюджетной комиссии, стольки декларации, которые просто я начал прямо при людях с Приморской озвучивать. Потому если бы члены бюджетной комиссии захотели действительно решить вопрос, они бы 2% со своих счетов поснимали, официальные деньги, которые они показали. И я думаю, всех людей бы не просто отселили, а всех было бы все хорошо. То есть я озвучил в базе отдыха... Есть вариант отселения, да, Иван? Вы говорили, что есть вариант отселения, есть... Про базу отдыха расскажите, Иван Ильич. Вариант отселения есть база отдыха коммунального предприятия ГУЖКХ. На 15-м комиссии было рекомендовать в случае чересчайной ситуации и черного обвала отселить туда жителей Приморской. Но, к сожалению, это не решит проблему, потому что база отдыха деревянная, без воды, без света, зимой. Она может функционировать только в летний период. Я думаю, что не будет проблем с политиморговым комитетом. И, как мы это уже делали, выделили деньги на аренду квартир, и там не так много семей. Сколько, кстати, семей нуждаются в отселении? На сегодняшний момент там никто не нуждается в отселении. Сирота нуждается парень. Сирота, да, единственный парень, работающий с томатологом. И люди, которые без воды и света, это 4 дома. Так вот, я хочу без воды и газа. Так вот, я хочу сказать, за эту базу отдыха, Иван Валерьевич немножко не до конца владеет информацией, я полтора года веду расследование по этой базе отдыха ГУЖКХ, так как там более 10 лет депутаты, опять же, финансовой комиссии бюджетной, мои коллеги, которые сидят слева и справа, они пользуются коммунальной землей, за которую, да, конечно, аренду земли платим мы с вами, как налогоплательщики. Это Жуха Леонид Иванович, Наумова, Стерлецкий, ее муж. Это, есть еще ряд чиновников, которые держат шикарные коттеджи на этой базе отдыха, они их построили, они получают воду и газ, опять же, за наши с вами деньги, и сдают в аренду, там, под двухэтажные коттеджи. Потому я предложил, чтобы сирота пожил как человек хоть раз, и пожил, будем таки говорить, в этом жилье, главой бюджетной комиссии. На что глава бюджетной комиссии, Иван Валерьевич, присутствовал, начал выходить из зала, сказал, что все, я закончил комиссию, комиссия закрыта, вы ее срываете. Называл меня всякими гадостями, гадостными словами. Потому я вам хочу сказать одно, что база отдыха шикарная, просто вопрос стал настолько ребром, что теперь члены бюджетной комиссии обязаны предоставить и проголосовать за какое-то решение вопроса, выделить средства, а не делать дороги, как в городе Черноморске, на хороших улицах, где они, в принципе, если Иван Валерьевич со мной согласится, я бы хотел, чтобы он сказал просто по дороге. Мы, знаете, мы все говорим о коррупции, о некачественном освоении, которое продолжается года, не только в нашем городе, а и в стране. Я вам хочу рассказать одну быструю историю. 29 октября на выборах бюджетной территориальной громады ко мне подходит в Лимане, это Татарбурганский район, пенсионерка, пожилая женщина, и говорит, сынок, что делать? Я вижу, как покупают людей, вижу, как дают деньги. Что делать? Как защитить свой выбор, голос? А я говорю, никак. Потому что за всю историю независимости от страны 30 человек наказаны за водку без братья. 30. И не уголовно, а административно. Господа, давайте вернемся к вопросу истории, проблемы нашей. Особняки, дома, которые построены в опасной зоне стихийного бедствия, я бы это назвала, не дешевые. Строительство обычно таких домов ведется с какими-то размышлениями. Как так получилось, что дома, особняки построили в опасной зоне, дорогие, которые требовали вложения средств? Люди пришли, купили землю, оформили документы за деньги, построили. Человек, который заработал деньги, пусть он богат и бедный, и в его обязанности нет проверять, можно там строиться или нет. Но это есть контролирующие органы. Дома на обрыве. Я не знаю, я не фантазер, я не должен фантазировать, в нём здесь строить нельзя. Если оно продается в госакт, имейте разрешение строительства, значит все проверки проведены. О чем мы говорим сегодня? Для того, чтобы идти дальше, мы должны наказать за 20 лет тех, которые это делали. Без наказания нет будущего, никакого. Хорошо, наказание... Сегодня у нас органы правоохранителей занимаются только оппозиционными политиками. Возможно, мне, как жителю какого-то дома, было бы не столько интересное наказание, сколько конкретный план действий. Вот что мне делать? Я живу в таком доме. Конкретный план действий – это деньги областные и государственные. Черноморец не потянет это, и мы этим занимаемся. Конкретный план действий – это замена тех людей, которые 20 лет довели к этому, а сейчас пытаются освоить. Это одни и те же люди. Их надо поменять. Раз правоохранительные органы не могут или не хотят заниматься этим, а хотят заниматься только оппозиционными политиками, такими как я, Василий. Я думаю, что после этого эфир может и наша прокуратура возбудиться. Мы должны начать с корня проблемы. Мы должны понимать сегодня, что их действия ни к чему не приведут, потому что они бы уже привели, они уже показали. У нас в управлении капитальных строителей, самбарников, Михаил, общежитие в Молодой Линии, течет, цветет новое, дом культуры разваливается, два года построено. Берег укрепления, 40 миллионов, не привело никаким результатам. Хорошо, что делать в таком варианте людям? Обращаться к вам, обращаться куда? Выходить на митинги? Людям с помощью депутатов, которые еще не потеряли свое лицо и любят свой город, в котором они живут. У нас основная масса людей, чиновников, не живут в Черноморске. Им плевать, что происходит в Черноморске. Они не ходят в больницу. Они не ходят в наши садики, они не ходят, не живут на улице Приморска. Им плевать, они уехали в Одессу и приехали. Им вставать рядом и попросить депутатов, которые еще имеют какую-то совесть, брать власть в свои руки, брать в свои руки, то, что положено им по Конституции. Они на это имеют право. И требовать такими методами, как это было позавчера на финансовой комиссии. Другого пути решения нет. Но они должны понимать, что чиновники настолько хитрые, что они их обманывают. Так же, как с этой ситуацией. Выделили на водоотведение, которое они просят. А на водоотведение проекта смертной документации нет. Не смогут это сделать на то, что простили люди. На то, что якобы выделили. Деньги освоятся в рамках свайного поля, которое люди простили не делать. То деньги освоятся лишь бы освоить. То есть, судя по вашим словам, проблема скоро решена не будет. Оползень будет продолжать срушить дома. К сожалению, да. Мое мнение еще следующее. Я вам еще раз говорю. Проблема может быть завершена, если люди проснутся и не будут бояться богатых депутатов. Вот такие вот бюджетные комиссии. Еще раз сказал, это очень большие люди. Чем я больше озвучиваю их декларации, чем я больше говорю на то, что они большие, у нас менталитет какой-то неправильный у людей. Тем больше этих людей боятся с них спрашивать. А я говорю нет. Наоборот, что надо добить вопрос до конца. Если уже взяли на первую комиссию бюджетную, вторую не побоялся председатель отменить. Не побоялся. Я говорю, идите чуть ли не в дом к нему, идите не на работу к нему и требуйте от него немедленного действия. Вплоть до того, что еще раз говорю, у них есть майно, огромное майно, которое принадлежит нам с вами. Это коммунальное майно. Но им пользуются депутаты. Вплоть до того, что ставьте на чашу весов. Если вы нам не сделаете, не решите нашу проблему с водой, со светом, с газом, с оползнями, мы решим тогда проблему с тем майном, которое вы своровали у нашего города. И поверьте мне, сразу же найдется большинство в горсовете, сразу начнется какое-то действие. У нас сейчас чрезвычайная ситуация. Но поверьте мне, с того момента, как ее объявили, ничего чрезвычайного никто не сделал. Все идет в том же вяло текущем процессе, как и шло в ближайших 7 лет. Ничего нету. Никаких чрезвычайных действий от власти. Никаких чрезмерных скоростей экспертизу делали полгода, которую месяц надо было сделать. И передать в Киев, для того, чтобы из резервного бюджета перечислили 150 миллионов гривен. Понимаете? Если бы это все делал УКС, дел капитального строительства, где уже Иван Валерьевич говорил, амбарников заведует. Если бы все остальные чиновники вели себя так, как надо действовать при чрезвычайной ситуации. До этого бы не допустили. Хорошо. И напоследок, какова ситуация с оползнями? Сколько домов пострадала? Статистика, скажем так. Каждый день на 6 сантиметров оползня прогрессирует. И сегодня мы входим в зиму, а потом весна, это осень-весна. Самые острые моменты. И поэтому переживет ли эта улица следующей весной дожди, никому не известно. Будут ли люди еще выходить на протестные акции? Есть у вас информация? Я думаю, что они обязаны это делать. И я думаю, что они будут выходить, защищая свои дома, защищая свои крыши. Ведь им никто ничего не подарил, они заработали это своими руками. А мы активно депутаты, которые еще имеем какую-то совесть и хотим смотреть им в глаза, будем, конечно, с ними вставать рядом. Что ж, спасибо вам, господа. У нас был в гостях Василий Бугайчук, Иван Смиренский. Это депутаты Черноморского городского совета. И мы говорили об актуальной ситуации с оползнями в Черноморске. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо. Продолжение следует...